Привет всем, вы на канале AndroNews. Давайте на чистоту. Среди флагманов от китайских производителей, люди, как правило, выбирают между тремя-четырьмя вариантами. Это какой-нибудь топовый Xiaomi, Honor, Meizu или же OnePlus. Каждый раз, когда мне в личку задают вопрос, какой из этих вариантов выбрать, я всегда отвечаю OnePlus. Ну, потому что это беспроигрышный вариант, устройства данной компании крайне редко ломаются, вообще они не проблемные. И вот сегодня эта компания представила обновленную версию своего смартфона. Давайте посмотрим, что это за зверь и вообще, стоит ли на него обращать наше внимание. Погнали! Так, друзья, мы решили скооперироваться с Алиэкспресс и замутить одну очень интересную тему. Я думаю, вы знаете, что это за площадка. Она очень крупная, у них всегда низкие цены, скидки, быстрая доставка. Но главное выбрать только надежного продавца. И что я сделал? Я заказал у них носимые гаджеты. Вы часто мне задаете вопросы в комментариях. Андрюха, почему ты редко обозреваешь различные фитнес-трекеры, умные часы и так далее? Я заказал Amazfit Stratos, Call Me Watch и Amazfit Core. Плюс у меня уже есть Amazfit Pit и Gear S4. Все это мы дело сравним. Давайте мы распакуем эти упаковочки, посмотрим, что здесь внутри. И после этого я продолжу, как говорится, свой чудо-рассказ. Итак, Amazfit Stratos. Это умные часы, стоимость которых составляет 135 долларов. О, открывайся, дружище. Это отнюдь не бюджетный сегмент. Выглядят они довольно серьезно. Вот, у них есть функциональность продвинутая. Обо всем этом я расскажу уже в отдельном видосе. Дальше. Call Me Watch. Их стоимость составляет 35 долларов. И это, скажем так, копия на Apple Watch. То есть, вот такой вот у них дизайн. За 35 долларов вы получаете цветное дисплей, можно уведомления читать и так далее. Но разберемся со всеми этими вопросами немножечко позже. И третий это Amazfit Core. Друзья, видели, что творится? Упали и не разбились. Это все Алиэкспресс. Вот. Здесь в чем интерес заключается этих часов. Недавно представили мне BN4. И многие говорят, что это те же самые Amazfit Core. Здесь цветной экран. Вот. Можно также уведомления читать и так далее. Короче, ребята, об этом, обо всем немножечко попозже. Кроме всего вот этого чуда, на Алиэкспрессе также заказал множество других ништяков. Отложил все это дело в корзину. И для того, чтобы приобрести именно 11.11. Потому что в этот день будут грандиозные скидки. Я думаю, вы сами знаете, что это за мероприятие. Алиэкспресс его практикуют из года в год. И если найти правильного продавца, можно действительно попасть на очень высокие скидки. Это круто. А если в поисковой строке ввести специальный купон Super1111, вот он сейчас здесь появился, вы экономите дополнительно еще 5 долларов. Старт акции по нашему времени начнется 10 ноября в 16.00 по МСК. Переходим по ссылке в описании, знакомимся с детальной информацией, участвуем во всех розыгрышах, акциях. И вообще, будьте счастливы, потому что Алиэкспресс дает нам такую возможность сэкономить всего-навсего в один день. Спасибо за внимание, ну а мы двигаемся дальше. А отталкиваться мы будем от предшествующей модели OnePlus 6. Какие изменения коснулись версии с приставкой T? Да по сути форм-фактор остался тем же. Визуальные отличия заметны в трех местах. В 6T убрали аудиоджек, монобровь заменили каплевидным вырезом и перенесли сканер отпечатков пальцев из тыльной панели под дисплей. Довольно предсказуемо на презентации хвалили скорость срабатывания нового сканера. Самый быстрый и все такое. Ну а момент с аудиоджеком просто был неизбежным и фанаты поймут. Подверглись изменениям и габариты устройства. Новинка стала немного выше и толще. За счет всех этих манипуляций получилось расширить емкость аккумулятора на 400 мАч. Можно ли назвать эти изменения существенными, а главное, стоило ли вообще их делать, тут у каждого будет свой ответ. Материалы корпуса остались теми же. Стекло плюс металл. Покрытие на стекле зависит от модификации. Варианты расцветок перед вашими глазами. Сейчас прозвучит вопрос лично от меня. Какой из вырезов вам нравится больше? Или же правильно будет спросить, не нравится. В общем, вы поняли. Вот такая вот монобровь, либо же каплевидный вырез. Напишите, пожалуйста, свой вариант в комментариях, ну а я свое мнение выскажу уже в полном обзоре. Полные технические характеристики перед вашими глазами. Для того, чтобы не тратить наше с вами время, мне легче будет перечислить отличия между старой версией и новой. Первое. Убрали базовую модификацию, внутри которой 64 гигабайта постоянной памяти. Теперь смартфон предлагает в минимальном комплекте на 128 гигов. Диагональ дисплея у 6T стала немного больше. Увеличили емкость аккумулятора, модули основных камер оставили без изменений. Смартфон из коробки будет работать под управлением 9-й версии Android с предустановленным интерфейсом Oxygen OS. На презентации говорили об изменениях в интерфейсе. Способ взаимодействия с системой стал легче за счет новых жестов. Но это нам еще предстоит проверить. Но с этим вопросом я вас ознакомлю, когда смартфон переедет к нам на тест. Ну и теперь самое интересное. Цены. Сколько просят за OnePlus 6T с учетом того, что модификации на 64 гигабайта больше не будет. Официальные цены перед вашими глазами. Не стоит забывать, что вариант для рынка Китая будет стоить дешевле. Насколько, узнаем чуть позже. Вы знаете, каждый раз, когда компания OnePlus показывает обновленную версию своего смартфона, можно брать смело и вставлять кусок из прошлой презентации в новую. Но я об этом вот моменте. OnePlus 5 не стоит менять на OnePlus 5T. OnePlus 6 не стоит менять на OnePlus 6T. И как бы это смешно ни звучало, я не собираюсь менять свою шестерку на 6T. Потому что разница между ними несущественная. Это мое мнение, которое вы не всегда любите слушать. Высказывайте свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на этот канал, на второй канал, на наш канал в Телеграме. Участвуйте в нашем розыгрыше OnePlus 6T и Mi Mix 3, пройдя по ссылке в описании. И да пребудет с вами Android. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok